Дубровский Расстреливает нашего голкипера, выйдем практически оказавшись на ситуации 1 на 1 за спины Макарову Ну вот здесь потери в своей зоне прежде всего Вишневский упустил, пул надержал своего нападающего Вишневский провалился, Дубровский не фиксируется нарушение правил, не следует за этим удалить 2-0! Ну вы посмотрите, какой бросок прошел после хорошей и быстрой передачи Волков был не готов Что, Платонов? И снова Кулда был на льду, и снова Вишневский Что-то у этой пары защитников сегодня... Ось, Шестерон вылается на площадке после нашей ворота Ну либо до взятия ворот, Слепышев, передача! С отрицательного броска Мирлов через спину Кожечкина! Потрясающе! 2-1, отложенный штраф! Отложенный штраф! Молодчина! Молодчина Игорь Мирлов! Ну вот часто мы видим броски с отрицательного угла, в данном случае прямо из-за ворот бросок Шпина Галкипера это неплохой... Неплохой объект, с которым можно сыграть крестерок Вот посмотрите, Слепышев позначил бросок, сделал передачу Ну и здесь нашел он щель между шпиной и штангой Кожечкина Блестяще! Вот так это было! 2 в 2! Потехин нашел третьего, делает бросок Прозевает! 3-1 И было все так хорошо и радостно Но Мазякин открылся, пошел третьим в эту атаку И на радость с маритогорским болельщикам, которые сегодня присутствуют на Уфа-арене Да, под ловушкой у Волкова шайбу запускают в наши ворота Потехин записывает голевую передачу Над ловушкой получилось Все в пределах правил, можно идти в контратаку Пильстрюм, Пильстрюм, передача нужна, передача бросок! Бол! Вторая шайба в воротах Кожечка Ну, посмотрите, неоткуда без добра Пильстрюм, пытаясь сделать пас, ошибся и потерял шайбу А Мирнов по-прежнему открывался на дальней штанге и в итоге без помех Использовал передачу, по-моему, к Игородову Давайте посмотрим еще раз И все потеряно, мы можем, можем побороться Да, передача Зубарева была Вот Зубарев по борту проходит Смотрите, Пильстром теряет шайбу, а Зубарев делает пас Вот и все Кожечкин просто в интеллектуальном нокдауне должен быть в этой ситуации Потому что, ну так не бывает, да, это такой Принял на себя мощнейший бросок защитника Миталу Потом встал Сделал все, чтобы шайба в нашем паре 4-2 Вот наказали нас, мантагорцы, наказали Причем это не лучшее звено соперников Что бы было на льду сейчас И по-прежнему будут в большинстве играть Магнитогорцы Ох, какой бросок Ну, непонятно, там Брент, 37-й номер задевал шайбу или нет Но, в любом случае, он Волкову, Волкову закрывал Мазякин на красной линии перехватывает шайбу Идет в нашу зону Ой-ой-ой Чудеса в решите Мазякин делал пас Шайбу отдает Зубарева И от Зубарева отскакивает наши ворота Но это уже, это уже фатальное невезение 5-2 в счет В пользу магнитки счет становится Мазякин тоже отличается дублем Как и Платонов Да, вот какой математик или какой физик мог заранее посчитать такое Мазякин Селевский пытался сделать все что угодно